Девчонки, всем привет! В сегодняшнем видео хочу с вами поделиться отзывом, реальным таким отзывом уже после стирки вещей из веселька. Я снимаю видео и есть некоторые, кто у меня говорят в том, что я, ну, кто-то говорит, продалась или там снимаю то, что не соответствует действительности. Я не хочу, если честно, оправдываться, потому что в любом случае будут и те, и другие мнения, да. Просто хочу действительно с вами поделиться вот таким вот настоящим честным отзывом после того, как я перестирала вещи после второго заказа. Вот как раз я вчера последнюю вещь свою постирала и смотрела, как они себя вели, выстирывались ли краски из ткани, деформировались ли швы. В общем, если так сказать о качестве продукции сайта Василек, то раз на раз не приходится, да. Есть вещи, которые после стирки остаются в идеальнейшем состоянии, как только вы их купили, да. А есть вещи, которые там что-то, где-то какие-то косячки вылазят. И вот по предыдущему заказу, по прошлому, да, я вам сейчас по каждой вещи расскажу, что у меня с ними там произошло, приключилось. Комплект сорочка и халат. Они немножко подсели. У меня халат как бы не критично, сорочка может быть сантиметра где-то на 2-3. И вот если бы я сейчас заказывала, то я бы заказала не 42-й, а 44-й размер. То есть, если вы хотите заказать вот этот вот комплект, то лучше закажите на размерчик побольше, с учетом усадки материала после стирки. Ну, так как это вещи такая вот спальная, домашняя. Мне, например, хотелось бы, чтобы она немножко свободнее на мне сидела. Поэтому вот заказывая бы сейчас, я заказала лучше бы 44-й размер. Подсела сорочка на 2 сантиметра в длину, но не в ширину. А туника, которая яркая, такая насыщенная, у нее были яркие цвета ментолового, желтого, кораллового. После стирки цвета чуть съелись, и она уже не выглядит такой насыщенной. Но не деформировалась, она не перекосилась. И еще хотелось бы отметить, что качество хлопка очень хорошее. Почему некоторые вещи ведет после стирки, а некоторые нет? Потому что даже вот в рамках этой текстильной фабрики используется в пошиве разное качество хлопка. И вот если, например, взять мой звездный костюм. Вот это моя любовь, девчонки. Прям вот действительно от души вам всем рекомендую. Но опять же, возьмите его на размерчик побольше, потому что он чуть усаживается. Даже я бы сказала, не чуть усаживается. Он усел, у меня звездный костюм, примерно на 5 сантиметров штаны. Но мама стирала у меня первый раз их при стирке интенсивной, 60 градусов. Для этих вещей даже в инструкции написано, что нужно стирать 30 градусов. За счет того, что мама протирала в горячей воде, они сильно усели. Во мне рост 1,64 м. И, соответственно, если вы... Ой, 61, господи, почему я все 1,64 м? 1,61 м. То лучше возьмите побольше, потому что усядет. И, соответственно, на вас будет этот костюм смотреться коротышковым. Вот. Но костюм я этот обожаю. Во-первых, у него хорошее плотное качество хлопка. Вот на мне сейчас костюм другой, тоже же из василька. Но у него потоньше материал. У этого плотнее. То есть вот на зиму этот костюм самое то. Я иногда подмерзаю у себя квартиру, потому что не протапливаю прям вот до самой жары. Но хочется, чтобы держалась более-менее прохладная температура. И вот этот костюм я ношу прям в дичайшем восторге от него, потому что он хорошо согревает. Да, коленки там при носке чуть-чуть... Чуть-чуть вытягиваются, да. Если вы сидите, например, как я любительница в позе лотоса, там сдираете нога на ногу, то у коленки, естественно, это хлопок, да. Там не используется лайкра почти вообще. И, соответственно, не будут возвращаться они на прежнее место. Но после стирки они опять принимают свою нормальную форму брюки, да. Стирая достаточно часто вещи, там 2-3 дня поношу, все, я кидаю в стирку, даже если я эту вещь носила дома. Поэтому для меня это вот показатель не критичный, но я люблю этот костюм, прям обожаю его. Классные швы остались на месте, единственное, он подсел в длину. Качество хлопка просто шикарнейшее. По поводу туники, я вот с нее перескочила, немножко потерялся цвет, то есть яркость снизилась, не такие уже насыщенные. Может быть, как-нибудь в своем видео в следующем выйду и посмотрите, как она выглядит. Полотенце хотелось бы отметить, кто-то мне написал, что многие блогеры отказались от... Честные, многие честные блогеры, я не честный блогер. Таким образом, автор решил подчеркнуть мою беспринципность. Так вот, многие честные блогеры отказались от Василька, потому что... Не понравились полотенца, потому что полотенце говном. Но я не брала вафельное полотенце, хотя вот у меня подружка написала, знакомая, которая сделала заказ по моему, по моей рекомендации. Она говорит, Настя, полотенце до этого брала в Магните по 100 рублей вафельное, здесь же они стоят 28 рублей. Качество не могу сравнить, потому что я купила себе именно махровые полотенчики для кухни. И вот что хочу отметить, полотенца в этой компании, это моя любовь, потому что они отлично впитывают воду. Для меня критерий самый-самый важный в полотенцах, это чтобы была хорошая впитываемость. Очень часто такое бывает, вроде бы, покупаешь пушистое полотенце, начинаешь там, постираешь, начинаешь вытираться им и все. И, ну, влага, как была на теле, так и остается. Нет, этими полотенчиками я пользуюсь и для лица отлично впитываю, и для тела. Прям вот, ну, классные вот в полотенце махровые, я от них в полнейшем в восторге. Значит, ментоловое платье у нас, оно немножко по шву разошлось у меня, не село, швы на месте, но распоролось на рукаве. И я просто зашила нитками и все. Костюм, который сейчас вы на мне видите. Что с ним произошло? Он, в отличие от звездного костюма, после стирки не сел. Ткани у него тоньше, чем у звездного костюма. Швы немножко перекосило после стирки. Чуть-чуть повело швы. Что значит перекосило? То есть, ну, полочки, ну, я надеюсь, знаете, как, я не знаю просто, как это объяснить. Чуть-чуть швы повело. Но учитывая, что этот костюм, он яркий, пестрый, да, это незаметно. Потому что швы идут, как видите, как сплошное, как сплошной такой материал. Даже не знаю, как вам объяснить. То есть, ну, яркий, пестрый, даже незаметно, где здесь швы, где здесь шов. И поэтому, если даже он у вас там повел, это не будет видно вот так вот, это не будет бросаться в глаза. Если это какая-то вещь однотонная, если это вещь светлая, то да. Вот на нем вообще почти ничего не заметно. Вот он, как выглядит после стирки. То есть, цвета не съелись. Он каким ярким был, таким и остался. То есть, вот такие вот насыщенные оттенки сохранились. Вот этот вот наклеечка, я даже не знаю, как это, из чего она выполнена. Как термо такая наклейка. Как видите, на месте никуда она не слезла у меня. Все вещи, ну, перестирала. И, соответственно, я в чистой вещи сейчас сижу. В длину, что интересно, не сел ли ни штаны, ни футболка. Туника синяя, которая вот здесь вот бабочка. Тоже швы на месте остались. Ткань, она несколько отличается, чем ткань на звездном костюме, чем вот эта вот ткань. Она другая. Поэтому я говорю, знаете, вот не угадаешь на этом сайте, потому что используется разный материал. Так вот, эта туника осталась точно такой же в длине. Швы на месте сохранились. Краска не потерялась, не выстиралась. То есть, такой же яркий голубой цвет сохранился. И рубашка у меня сейчас висит. Тоже я уже ее посмотрела. Не рубашка, а туника. Со стрекозами. Очень хорошее качество рубашечного хлопка. Остался мягким после стирки. Швы остались на месте, не села. То есть, тоже действительно достойного качества вещь. Но она и стоит. Если вот этот костюм, например, стоит 616 рублей, да. Вот звездный костюм, он стоит 900 рублей. Соответственно, у него качество получше. И туника вот эта вот стоит 700 чем-то рублей. Я за нее отдала, которая со стрекозами туника. То есть, она такая вот, ну, для этого сайта дорогая. Но туника, например, которая с бабочкой синего цвета, она стоит 300 с чем-то там рублей. Какие-то 302 что ли, или 352 рубля. Так вот, с ней тоже ничего не случилось. Хотя стоимость ее дешевая. Первый заказ, я что хочу сказать, у меня был удачней, удачливее, чем второй заказ. Потому что все те вещи, которые я заказала, они не сели, не шли, вы не деформировались. Ну, то есть, вот как я купила вещи, как заказала, как они мне пришли, после стирки они такими же и остались. Розовый костюм, он вообще не подлежит деформации, потому что это все-таки синтетика. Он теплый такой. Я проходила в нем у родителей все новогодние праздники. И так как у меня они, знаете, не любительницы жары в доме, поэтому они немножко недотапливают. Так вот, я кайфовала в этом костюме, потому что мне не было холодно. Звездный костюм чуть посел, как я уже 150 раз, наверное, повторюсь, немножко в длину. Но вот качество его как было, так и осталось прежним. На прежнем уровне цвета тоже такие же сохранились. То есть не полинял он. Потом у меня был морской костюм. Я его не стирала еще пока, потому что нет необходимости, я его не планирую носить в ближайшее время. И что еще у меня там было? Туника. Туника, вот туника, которую я заказывала в этом заказе, она такая же по качеству, как туника та. Соответственно, что та у меня, вот как была в первоначальном, первозданном виде, так она мне осталась в таком же виде после стирки. Вот эта вот единичка чуть у нее поблек цвет. Поэтому, девчонки, принимайте решение сами. Вот не угадаешь действительно, какие вещи, как себя поведут после стирки. Есть помимо отрицательных отзывов к этому видео, естественно, и положительные пишут, что вещи нравятся, что заказывали много всего. Я довольно честно качеством, вот за такую цену. Ношу с удовольствием все костюмы, которые я покупала в домашней доме. Прям вот кайфую от того, что я вижу в зеркале красивое отражение себя. Все, надеюсь, вам это видео было полезным. Ставьте лайк, если хотите, либо дизлайк, подписывайтесь на канал, комментируйте это видео. Я планирую после каждого заказа и после стирок о каждой своей вещи рассказывать, чтобы вам легче было определиться, готовы ли вы мириться с недостатками какой-то вещи или нет. Все, на этом я с вами прощаюсь. До новых встреч на моем канале. Всем пока-пока.